пусть ноль меньше нулевого, а нулевого меньше равно первого, и так далее, меньше равно kellого, а так далее. Такие вот числа, они все положительные, и по мере разрастания номера в ней не уг 나오는 А нулевое меньше равно первого, меньше равно второго, и так далее меньше равно n. Нужно доказать, что упражнение а нулевое плюс а первое космус х, плюс а второе космус 2х и так далее, плюс а 1 на космус н х равно нулю, имеет на треске от нуля до пи ровно n шерей. Ну, смотрите, давайте сначала докажем, что шерей не может быть больше, чем я. Это совсем легко. Есть традиционный многочлен Чегушева. То есть, космус х является многочленом к той степени от космуса х. Поэтому, если вы возьмете в качестве некоторых переменных космус х, то на самом деле, вот эта штука, это будет уравнение на у степени n. Причем, замените, космус на отъезде от нуля предпринимает значение от единицы до минус единицы по одному графу. Поэтому, количество решений в нашем уравнении такое же, как у многочленов от y, когда y на отъезде от 1 до 1. Больше, чем n корней, мы по членам в степени не можем. Отлично. Намного труднее доказать, что корней не меньше, чем n. Для этого используем такую формулу. Два синус х пополам косинус кх. Это синус к плюс 1 вторая х. Минус синус к минус 1 вторая х. Каким образом ее используют? Смотрите, когда мы умножаем на 2 синус х пополам, то получается такое значение. Вот по этой формуле получается an синус минус an синус n минус 1 вторая х. А потом будет с плюсом an минус 1 синус минус an минус 1 синус вторая х. И так далее, и так далее. Это имеет смысл записать последующим опусом. Отдельно выделим самая первая стабильная. Отдельно последняя. А вот эти все две скобки разности обозначены группой phi от x. Тогда, поскольку синус не бывает, по-моему, не больше единицы, phi от x по модулю не превосходит an минус an. И вот теперь давайте посмотрим на те точки отрезка от нуля до b, где синус по модулю крайне единицы. Смотрите, как это примерно выглядит. Вот у нас есть отрезок от нуля до b. Пусть x от нуля начинает увеличиваться. Понятно, что довольно быстро синус становится равен единице. Потом синус от нуля начинает увеличиваться на вторая х. а потом он идет сюда, а потом он идет сюда, и так далее. Так, что будет в точке пи? Все зависит от четности числа n. Если n число четное, то будет единица. Если n число нечетное, то будет минус единица. Ну вот давайте пусть скажем n нечетное, тогда картинка будет вот такая. Хорошо. Теперь, смотрите, синус x пополам, когда x на отрезке от нуля до b, эта величина всегда не отрицательна. Более того, она равна нулю только там, где x равно нулю. А это нам неинтересно. Потому что a0, a1 и так далее – положительные числа. В нуле все космосы – это единицы, и поэтому наша вот эта вот изначальная функция, она положительная причина. Так вот, смотрите, что означает вот эти вот равенства. что если мы посмотрим то место, например, здесь они на нулю, а здесь на уровне минус 1, а здесь на уровне 1. Если мы посмотрим то место, где синус равен единице, а потом то место, где он равен минус единице, то вот такая вот функция обязательно на этом отрезке будет обратиться в 0. Почему? Потому что вот этот вот первый член, он приехал за самый главный. Он был равен единице, а потом стал равен минус единице. Но вот если вы посмотрите, когда у нас вот это вот равно единице, то у нас здесь число а1, из него вычитается самое большее вот это, и еще что-то прибавляется. что-то такое прибавляется, не очень большое, не больше, чем а1, и здесь тоже по модулю не больше, чем а1, а1, минус а0. Вы, конечно, мне скажете, а что будет, если вдруг вероятность будет в сложности равно а1, минус а0, да причем вот это вот выражение равно минус а1, да, минус а1, да, минус а1, то есть синус равен единице. А здесь у нас происходит такая вещь, что это вот равно плюс а0. И вот все вот это выражение, это есть а1, минус а0. Тогда, казалось бы, мог получиться нуль, но для этого вот в этом месте синус должен быть отрицательным. а в этом месте он должен быть отрицательным. А этого не бывает. В общем, господа, картинка получается такая. Там, где синус n плюс 1 на 2, равен единице или минус единица, значение вот этого вот выражения, там, где плюс, оно положительное, там, где минус, оно будет отрицательным. И поэтому между этими точками обязательно будет, ой, я не знаю, как в форме у них это будет происходить, но где-то он будет. Замечательно. Замечательно. Где-то он будет. И теперь давайте поймем, сколько же таких точек. Ну, давайте посмотрим две картинки. Есть и n 3, и n 4. Посмотрите. У нас функция там, где синус равен единице. И, соответственно, здесь нарисован график функции у равно синус 3 плюс 1 вторая x. Так вот, там, где вот этот самый синус равен единице, интересующая нас величина по знаку такая же. Там, где у меня минус единица, она тоже по знаку такая же. Так, смотрите, ну, здесь должен быть хотя бы этот корень. Здесь, из-за теоремы обрежуточного значения, здесь, и здесь она у нас такая. Раз корень, два корень, три корня. Не меньше, чем три корня. Теперь для четырех. Ну, вообще, то же самое. Здесь вот наша величина, здесь вот она где-то, здесь, здесь и здесь. Раз корень, два корень, три корень, четыре корень. Наверное, это можно было как-то сказать, я не рисую картинку. Но мне кажется, что с картинкой все совсем понятно. Вот, можно было, наверное, какие-то слова произнести так, и без чертежа, чтобы все стало очевидно. Ну, вот и все, мы решили задачу. Корней, не меньше, чем я, в теореме обрежуточного значения. Заметьте, если бы мы не догадались, давно уже насиленность воспопала, ничего бы не было. Давно уже, и все стало проще. Спасибо.